Шалом! Вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Денег нет, сидите дома. В Израиле на фоне политического кризиса может развиться экономический. Меч Карамы. Иорданская армия провела учения, моделирующие войну с Израилем. Город мастеров. В выставочном комплексе Израиля Ганей Таруха прошел смотр талантов фан-экспо. Иорданские вооруженные силы отработали отражение атаки израильской армии. Учения получили название «Меч Карамы» в честь войны 1968 года, в которой иорданцы и палестинские террористы сражались с Сахалом. Перед военнослужащими была поставлена задача уничтожить авангард противника и мосты. В маневрах участвовали бронетехника, самолеты, вертолеты и тяжелое вооружение. За процессом наблюдал король Абдалла II. По его словам, в настоящее время отношения между Иорданией и Израилем хуже, чем когда бы то ни были. Поэтому надо быть готовыми отразить любой неожиданный удар по хашемитскому королевству. С нового года бюджетными вопросами Израиля будет распоряжаться главный казначей Министерства финансов, поскольку в стране нет правительства и коалиции. Рони Кискиягу разослал всем ведомствам уведомления с требованием воздержаться от необязательных поездок госслужащих за границу. С января министрам в сопровождении не более двух человек, не считая охрану, будет разрешено летать в другие страны за государственный счет только в особо срочных и критических случаях. Из-за денежного дефицита в Израиле чиновники Минфина стали сокращать расходы где только можно, чтобы согласно закону остаться в бюджетных рамках прошлого года. Следом за госслужащими экономить начали за счет пенсионеров и безработных. Ассигнования на социальные программы уже сократили на 17 миллионов шекелей. А бюджетам Минпроса и Минздрава Минфин угрожает до наступления нового года. Под секвест попадает программа содействия трудоустройства на периферии, значительно сократится бюджет на нужды больничных касс и прекратятся субсидии детских лагерей. Тем временем, по неофициальным данным, уровень безработицы в Израиле снизился до рекордно низкого показателя – 3,4% трудоспособного населения. О реальном положении на рынке труда расскажет наш корреспондент Ренат Мардахаев. Представители многих профессий скоро попрощаются со своими работодателями, ведь израильский рынок труда больше не нуждается в их услугах. Первыми под удар попали сотовые компании «Селком» и «Пелефон», которые сократили число своих работников более чем на тысячу человек. Также уменьшилось количество рабочих мест в областях торговли, строительства и низкотехнологичных отраслях промышленности. Такое положение рынка труда связано со спадом роста ВВП у иностранных торговых партнеров государства, таких как США и Китай. Премьер-министр Бенемини Танягу и глава Минфина Мушакахлон гордятся рекордно низким уровнем безработицы. Однако государству нужны деньги, и ситуация на рынке рабочей силы может резко измениться из-за повышения налогов. Это скажется на уровне зарплаты, так как доходы работников зависят в том числе и от дефицита или избытка рабочей силы. Аналитики характеризуют это как застой, который негативно влияет на рынок труда, усугубляя спад. Вздохнуть с облегчением пока могут израильские бухгалтера, финансовые аналитики, программисты, социальные работники и врачи. В ближайшем будущем безработица им не грозит. Для одних шанс заявить о себе, для других возможность найти самобытные предметы интерьера. В Израиле прошла международная выставка мастеров. Где искать вдохновение и как стать узнаваемым автором, узнаете в нашем следующем сюжете. Это не мастер-класс по средневековым пыткам. Так выглядит техника массажа токсен. Деревянные палочки и молоток, которыми постукивают вдоль энергетических линий на теле человека. Считается, что эта древняя тайская массажная техника помогает расслабить зажатые мышцы и восстановить течение энергии. К искусству предков-целителей современных тайцев приобщили жителей и гостей Тель-Авива. В самом престижном выставочном комплексе Израиля Ганей Тааруха прошел смотр талантов в фан-экспо. Разные виды искусства. Кукольщики, художники, скульпторы, люди, которые занимаются украшением. Также у нас здесь можно получить массажи и все, что угодно. Все, что душе, только нравится. Город мастеров на площади тысячи квадратных метров. Выставочный комплекс в этом году принимал гостей конкурса Евровидения. Да его масштаба, конечно, еще далеко, но организаторы стараются не отставать. В этом году она даже немножко международная, потому что есть мастера из Москвы и из Киева. Здесь более ста мастеров, которые представляют свои талантливейшие изделия и услуги. Борис Биллис – одна из звезд этого праздника талантов. Настоящему художнику не нужны кисти и краски. Создавать шедевры ему помогает его любимый напиток. Кофе, фантазия и мистика – это три главных элемента, которые присутствуют в моем творчестве. На самом деле так оно и происходит. Теперь первая выставка, которую я решил показать. Проекту «Фан-экспо» два года. Организаторы – сообщество русскоязычных мастеров Израиля «Юнити Арт» – компания некоммерческая. Своими силами стараются продвигать творчество талантливых земляков. Объединение людей, которых связывает искусство, искусство в моде, в живописи, в жизни. Самые яркие участники выставок «Юнити Арт» получают путевку в большую творческую жизнь. Их работы размещают в постоянно действующих галерее в городе Яхл. Это были все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи.